Ну и, конечно же, лучше иметь несколько тематических каналов. Ну, например, там, да, вот, если смотреть на примере тематических каналов, есть канал, допустим, роды, берем, там, роды, не так, беременность, роды, дети, вот мое сугубо личное мнение, я бы делал три канала, ну, если разобраться. Почему? Потому что они, в принципе, на три абсолютно разных целевых аудиторий, и тогда проще соревноваться, когда вы уходите в нишу, вы начинаете нишеваться, у вас происходит нишевание, и у вас, я все время привожу пример, допустим, если вы, давайте на примере, давайте на фактах, у вас болит зуб мудрости, вы приходите в больницу, приходите в регистратуру, и там же вам говорят, здравствуйте, что у вас болит? Вы такие, у меня вот болит зуб мудрости. Это хорошо. У нас есть три врача, есть стоматолог, да, есть хирург-стоматолог, а есть специалист, который занимается только зубами мудрости. К стоматологу прием, допустим, стоит 500 рублей, к хирургу-стоматологу прием стоит 800 рублей, а к специалисту, который занимается только зубами мудрости, стоит прием 1000 рублей. Скажите мне, куда вы пойдете? Я вот хотите угадаю, конечно, к тому, кто занимается только зубами мудрости, потому что вы хотите специалиста, эксперта в своей области, потому что у вас реальная зубная боль и вам надо от нее избавиться, у вас реальная боль и у вас вопрос с деньгами не так остро стоит. Ну, конечно, если бы там было, стоматолог был бы пятьсот рублей, а там специалист по зубам мудрости там десять тысяч рублей, то можно было бы подумать. А тут, когда, в принципе, цена приемлемая, то вы, конечно, выберете эксперта. То же самое с вашим тематическим каналом, то есть, чем ниши, чем нишевание у вас будет лучше, тем будет это все продуктивнее, поэтому ваше нишевание должно быть идти вот по этому блоку, поверьте, то есть, ну или же, если от обратного идти, то лучше сделать один канал, научиться на нем, на одной нише и потом туда уже прибавлять от контент-плана, то есть, просто поставить контент-план приоритеты. То есть, сначала мы делаем там про беременность и начинаем про беременность ролики там, да. Потом мы начинаем про роды и пошли там про роды. Как рожать, где лучше рожать, как, что там чувствуешь, да. А потом про детей. Потому что, ну вот, давайте будем честны, давайте будем серьезно говорить там, да, о том, что вот почему свадебные сайты, каналы очень плохо работают. Почему свадебные сайты очень плохо работают, потому что они рассчитаны на аудиторию, которая пропадает. Все просто. Если вы делаете свадебный канал, по большому счету, то вы должны для себя четко понимать, что ваша аудитория – это разная аудитория, то есть, девушка вводит сюда запрос, да, как выбрать свадебное платье. Находит ваш канал, где вы ей даете интересный, полезный контент, какие платья в моде, какие фасоны, как подобрать бутамерку жениху к вашему свадебному платью. Все даете. Она говорит большое спасибо, она на вас подписана, она с вами там взаимодействует, пишет комментарии, потом проходит свадебный там бум у нее. Угадайте, как часто она будет приходить к вам на свадебный салон, на свадебный канал вашего салона или свадебного там тамада, я думаю никогда, знаете почему? Потому что она уже сделала свои дела, она уже вышла замуж, да, и даже если она решит выходить замуж там второй, третий, пятый раз, то уже у нее не будет этого торжества, она уже не будет заморачиваться над тем, какая бутоньерка у мужа и какой фужер там подобрать там к шампанскому и какие там есть свадебные традиции, правильно? То есть такая вот аудитория в этом формате, но надо понимать, как вы будете это монетизировать и вот в нишевом салоне надо понимать, что с вами будет конкурировать огромное количество людей, которые будут делать интересный и полезный контент, вот, вот просто разница между теми, кто делает видеоролики и теми, кто делает статьи, она велика, потому что люди все-таки сейчас потребляют больше видео контента и этот контент, он, ну, шкала, она идет высоко вот так там, да, потребление этого контента, поэтому если выбирать, я бы выбрал допустим нишевание, ну, а если вы хотите ЧСВ, ну, чувство собственной важности, да, потому что многие начинающие молодые ютуберы, видеоблогеры, они делают канал для ЧСВ, да, там, ну, мужчины меряются там своими там атрибутами там, да, а юноши, они меряются там подписчиками, у тебя сколько подписчиков? 100 тысяч, а у меня 102, ооо, круто, да, и там поехали, ну, вот, надо мериться тем, что у вас, то есть, у каждого своя мерила значимости в этом случае, поэтому делайте нишевые каналы.